В последние годы дороги в Карачаево-Черкесии просто не узнать. Новые, современные, широкие. Это происходит благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», согласно которому дороги в республике строятся с соблюдением всех требований, новых технологий и применением новых материалов. Например, качество дороги, ведущей в Карачаево-Черкесию со стороны станицы Суворовской из Топропольского края, у водителей вызывает только положительные эмоции. Как вам наши дороги? Комфортно ли вам по ним передвигаться? Замечательно. Я очень часто сюда езжу. У меня очень много знакомых в Карачаево-Черкесии. Даже здесь вот в Кавказском у меня есть товарищ. То есть нормальные, хорошие дороги. Все устраивает? Да, абсолютно. Дороги хорошие, удобные. У нас очень хорошие дороги. Прямо до Донбая идеальная дорога, можно сказать. Я даже как-то, ну, года полтора назад мне попросили, я встретил нескольких человек из Германии, приезжали они. Они тут удивились, говорят, у вас дороги не хуже, чем у нас. Содержанием федеральных трасс в Кубанском районе занимается фирма «Дороги». За их состоянием следят круглый год. Мы своевременно убираем дорогу, первая, от мусора бытового, который непосредственно бывает тоже водители бросают. Своевременно начнется дорожная разметка для того, чтобы в ночное время водитель комфортно передвигался по федеральной трассе. Также своевременно меняются дорожные знаки, указатели, согласно ПДД, чтобы они нигде не нарушали. Если образовалась выбойная ямка, также мы исправляем. В зимнее период времени идет содержание федеральной трассы. Также мы убираем дорогу от снега, противогололедными смесями обрабатываем, для того, чтобы водители могли передвигаться безопасно. В Карачаево-Черкесии обновляются не только магистрали, ведущие курортом в республике, но и автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Благодаря этому за последние годы в республике наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращается число погибших и пострадавших. И лишь одна проблема остается неизменной – аварии из-за бесхозных домашних животных, которые пасутся вдоль дороги. Они мешают автомобильным движениям и создают аварийные ситуации, считают местные жители. Да, конечно, представляю. Особенно в ночное время суток лошадь, она плохо видна его, когда едешь. И, как сказать, ну не видно очень, плохо. То есть можно сбить, да? Да, конечно. И бывают случаи, когда в хорошем случае там машину повредишь, а в худшем там летальный сход бывает тоже. Конечно, опасно. Масса примеров с летальными сходами, с порчей имущества. Всегда опасно, тем более лошадь не видна. Из-за того, что она высокая, в темное время суток фары не освещают, и поэтому это практически, ну как минимум травмы, как максимум, это летальные сходы. Соответственно, коровы тоже. А вам встречалось, вот часто ли вы встречаете вот таких бесхозных животных на дорогах? Ну, в последнее время участились. На сегодняшний день, за 9 месяцев, 2024 года, произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием крупнорогатого скота. В результате один человек ранен и двое пострадавших. Зачастую лошади или коровы идут прямо посреди проезжей части. Хорошо, если стадо коров или оторавиц выходит на дорогу днем. Местные водители, кажется, уже к таким сюрпризам привыкли и просто спокойно пытаются объехать стадо. Но если коровы, овцы или лошади выходят на дорогу ночью, это становится реальной опасностью. Чтобы остановиться на скорости 70 км в час, нужно около полусутни метров. Буквально недавно было ДТП вот здесь, на подъезде к поселку Кавказский в зоне действия дорожного знака о том, что, во-первых, населенный пункт и знак стоит о том, что происходит выпас или перегон скота через проезжую часть. В зоне действия знака человек допустил наезд на скотину. Были сумерки, человек двигался в том направлении, куда садилось солнце. Солнце слепило, и он как бы не увидел. Бродящие по улицам городов и дорогам бесхозные домашние животные стали настоящим стихийным бедствием в республиках Северного Кавказа. К сожалению, бывают случаи, когда по вине безнадзорных коров или овец происходит ДТП со смертельным исходом. Недавно в нашей республике произошла трагедия. Едва не погиб молодой парень. Виной ДТП послужил обыкновенный осел, который вышел прогуляться на дорогу. Водитель вовремя не отреагировал на животное и врезался в бетонное ограждение. Достаточно часто с этим сталкиваемся. И в каких населенных пунктах? Ну вот здесь, в подъезд к поселку Кавказский, к подъезд к городу Черкесску после Хаммера, вот промежуток, где арка. Довольно часто. И какие меры Вы принимаете, чтобы не было этого, чтобы дороги были безопасны? Ну первичные, что мы можем сделать, это принять самостоятельно, отогнать подальше от проезжей части скотину, для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Дальше сообщаем дежурную часть, и дежурная часть уже принимает меры. Разведение домашнего скота для жителей Северокавказского федерального округа – традиционное занятие. У этого жителя поселка Кавказского овец немного, но к своим обязанностям хозяина Бородин относится добросовестно. Я их, если выпущу, вот так, рядом хожу на прогулку, а потом загоняюсь сразу. Стараюсь косить, где-то что-то находить и кормить. Другого варианта нет. Просто, конечно, выпустить нельзя. Они могут и к соседу зайти, и к лумбе, и все прочее повредить. Если ты скотину держишь, ты за него в ответе. Ты должен за ней смотреть, куда она пошла. Это же не человек, ума-то нет у скотины. Вот до этого мы их и держим. За ним смотреть надо, ухаживать. Так думают далеко не все жители районного центра. Коровы, лошади и другие четвероноги, гуляющие сами по себе, доставляют немало проблем не только на дорогах. К сожалению, да, постоянно мусор какой-то в парке, потому что животные прыгают на мусорке, достают что-то из мусорки, и везде грязь. Очень часто такое происходит. Я один раз шел в школу и чуть на репешку не наступил. Еще они объедают цветы, их люди сажают в клумбы красивые цветы, а животные их съедают, и становится некрасиво. Юлия Барсенева приехала в Карачево-Черкесию два года назад и влюбилась в нашу республику. Люди здесь хорошие, гостеприимные, природа замечательная, говорит она. Но безответственность некоторых хозяев домашних животных ее просто шокирует. Элементарно даже прогуливаешься с ребенком, просто мимо тебя проходит корова, лошади постоянно бегают, и просто в парке даже сидишь, и корова блуждает, там есть деревья эти, потом тут же как бы свои дела делает, так скажем, и мне очень приятно за этим наблюдать, и еще они внуки их дают, бывает, что мешают, даже элементарно ребенку, то, что он спит, и они внуки их дают, и все, он просыпается, вот такое. Еще под нашей квартирой, там привязывают лошадей к чужим заборам, и просто оставляют, наверное, на несколько дней без воды, без воды, и получается, что они просто начинают орачить, от безысходности, то, что за ними никто не ухаживает. Проблемы безнадзорного скота в Карачао-Черкесии озаботились еще в 2014 году. Тогда республиканский парламент принял закон, в котором были установлены штрафы за нарушение требований по выпасу скота и создание аварийной ситуации на дорогах. Согласно закону НУР-45 от 7 июля, выпас сельскохозяйственных животных возможен только в специально отведенных местах под наблюдением пастухов. Скажите, пожалуйста, что делать в таких случаях, если стадо находится без пастуха? Какие принимаются меры вами? Для начала нужно установить владельца лошадок или коров, которые пасутся без присмотра. Это зона ответственности участковых. Мы устанавливаем лица, кому принадлежат данные, ну, скотина. Собираем материал, направляем в администрацию Прикубанского района, где уже административная комиссия рассматривает на комиссии и, ну, пишут на них протоколы. Это проблема не только в Прикубанском районе, но она везде стоит такая по поводу бесхозяйного скота. На самом деле мы руководствуемся 45-м РЗ, в котором говорится о том, что самая главная вещь в том, что каждый человек, каждый хозяин, заводя животное, должен нести ответственность. В первую очередь его чипировать, заносить информацию в похозяйственную книгу. То есть он полностью несет ответственность. Дальше, когда он собирается отправлять в стадо, ну, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, должен быть специально обученный человек. Это пастух, который тоже несет в свою очередь ответственность за эти головы, за эти животные. То есть они должны прийти в целости и сохранности домой. Выпуская за калитку и просто бросая скот, это уже считается, что бесхозяйный скот. Что делает со своей стороны администрация Прикубанского района? У нас есть административная комиссия, которая фиксирует все эти моменты, когда скотина гуляет, бродит, отрабатываются материалы, то есть находится хозяин, хозяина. Сначала мы можем пожурить, а потом наказать рублем. Мы надеемся теми полномочиями, что мы можем составить административный атаков. И дальше рассматривает комиссия там. 500 рублей, 1000 рублей. Если находятся на дороге, сейчас уже чуть-чуть повыслили, то 50 рублей доходят штрафы. Но, к сожалению, найти хозяев скота, особенно лошадей, это очень большая проблема. Проблема и в том, что идентифицировать животных не всегда так просто. Найти и оштрафовать хозяина можно, если есть обязательные метки. Согласно закону, нужно ставить клеймо в их месячном возрасте. Вот здесь, на подъезде к городу Черкесску, находится ферма. Как и положено, огорожена забором. Но вот, пожалуйста, лошадь гуляет сама по себе. На ней нет ни клейма, ни метки, ничего. Лошади, конечно, животные умные, но кто знает, что у нее на уме. Если она надумает перебегать дорогу, это ведь тоже может привести к дорожно-транспортному происшествию. Хорошо, если без жертв. Вот и приходится тем же участковым работать за двоих, чтобы установить владельца. Иногда на это уходит несколько часов, а иногда и несколько дней. При этом хозяева безнадзорно посущегося скота ведут себя по-разному, находят различные причины для оправдания. Работаем в сельской местности, поэтому сфотографируем, находим, входим, по дворову обход устанавливаем, спрашиваем в группах, там отправляем. Кто-то говорит, больше не будем, кто-то говорит, просто выгнали в стадо, и после этого она убежала. Ну и так. То есть свое вину не признают? Ну, признают, как бы просто всегда, наверное, кто-то оправдывается, говорит, убежала, еще что-то, туман, дождь, там, не мог найти два дня. Да, бывает и такое, говорят пастухи. Но как бы то ни было, ответственность за своих питомцев всегда несет человек, считает глава СПК «Солнечный» Борис Бейлайпанов. В его хозяйстве более 200 коров, 1200 барашек, более 2000 пахотных угодий. За всем нужен глаз да глаз. Однако Борис Бейанзорович везде успевает. Его четверногие подопечные закон не нарушают. Ответственных людей надо ставить, чтобы они понимали, что делают. Чтобы они не так, чтобы не... И за скотом добросовестно присматривали, и кормили. Ну, чтобы днем и ночью глаза и глаза нужно за скотом. А вы контролируете как-то этот процесс? Контролируем, конечно, контролируем. Если скотника нету, частное подворье, они, хозяева, должны смотреть за скотом. Кто им будет пасти, другой, что ли, будет. И они придут же к ним тоже пасти, правильно? Удивительно, но факт. Два года назад одно из сел Карачао-Черкесии осталось без пастуха. Стадо было большое. Ему обещали зарплату в 60 тысяч рублей. Но вот прошло с тех пор два года, а пастух так и не нашелся. Никто не хочет работать. Раньше скот, так считалось, одно ведро молока хватало, чтобы на месяц пасти его. Ну да, это два ведра молока. Будет пасти, правильно? Я не знаю, сколько сейчас стоит. В каждом селе свои эти расценки. Ну, без этого не выйдет. Если как-то надо платить им, чтобы они пасти. У нас в ауле есть пастухи, которые выходят летом. У нас, например, спасибо летом все, большинство уходит в детние подвища. Но тут остаются в основном дойные коровы и формируются стада. Вот в этом году у нас, например, было три формированных стада. Ну, к сожалению, туда тоже не все, как бы сказать, люди своих коров туда, как бы сказать, не отдают. И ходят, разбойничают, в общем, этим словом сказать, коровы. Это происходит практически во всех районах Карачаевой Черкесии. И дело не только в безответственности хозяев. У проблемы безнадзорно-пасущихся животных существует и другая сторона. Тяжело стало уже. Негде выпасов нету. Негде людям пастбища нету. Вот приходится, и даже по улицам скот ходит иногда. Травы нет нигде. Ну, ничего нет. На сельского хозяйства у нас лично здесь, в Прикубанской, очень тяжело с хозяйством. Потому что некуда гонять, почти негде. Вот поэтому скот и ходит сам по себе. Так их же могут украсть, машина спит. И сбивают, и воруют. Все бывает. Брыз так, наверное, строят. Не знаю. А что надо делать, если предоставят угодья там, где... Вот тогда да. Тогда нормально все? Конечно, конечно. Просто нету пастбища для скота. Пастбища нету раз, водопоя нету два. Об этой проблеме в администрации Прикубанского района знают и пытаются решить. Например, выделили несколько участков земли для выпаса скота личных пособных хозяйств. Мы вот именно для подворья, да, выделили землю, да, чтобы они пасли, да, вот два поселка, 37-й тут, ну, поселок. Для их мы выделили, выделили, и для нашего поселка Солнечный выделили землю. У нас и администрация к этому, как согласованно делаем это все. У нас есть и места, где будут пасти, все на коже, все. Но, как ни странно, проблема безнадзорно-подсущего скота даже в селах, где есть свои участки для выпаса, все равно существует. У нас, слава Аллаху, есть, как это называется, пастбище при сельской, оно оформлено на сельскую администрацию. Я слышал, вот особенно в Прикубанском районе есть много таких сельских поселений, где нету места для при сельского, ну, нету при сельских пастбище. Некде пасти общественный скот. У нас есть такое место, мы его оформили. Скажите, а вам не приходилось встречать безскользных животных на наших дорогах? Ну, в этих районах нет. А в каких чаще? Ну, Архиз, Донбай, в тех районах бывало. Глава администрации Красного Октября, человек энергичный. Когда-то он пообещал, что животных, которые пастутся без присмотра, будут отдавать в детский сад или в школу, детям. На какое-то время помогло, потом все вернулось на круги своя. Согласно закона, хозяева должны заплатить штраф за задержанное животное. А все бродящие в поисках пищи по городским улицам овцы, ослы, коровы и лошади признаются безнадзорными и подлежат загону в специально отведенные места временного содержания. Неэффективная мира, считает Аркенов. К сожалению, у нас действует закон о правилах содержания скота. И до сечения полугода администрация или административная комиссия не имеет права признать ее без хозяина. Понимаете? Полугода – это слишком большой срок. И для этого, чтобы содержать детский сход, нужны какие-то или МУПы, или какие-то ООО, какие-то юриды. К сожалению, администрации на это нет средств и не имеют права тратить бюджетные деньги на такие цели. Так что же делать? Как обезопасить себя и своих близких от столкновения с бродячими животными? Возможно ли в принципе решить эту проблему, которая приносит столько горе ни в чем не повинным людям? Все вместе мы работаем над этим. Но искоренить это невозможно, потому что в принципе в школе же тоже бывают и отличники, и двоечники. Так и в жизни. Она не исчезнет. Она будет вот так продолжаться. Одного заставим, чтобы это сделать, другой там начнется. Ну потихоньку, со временем, наверное, это придет порядок. Ну видишь, а пока порядка нет. Нужно менять законодательство и разговаривать с людьми. Другого выхода нет. Иначе мы так и будем хоронить своих близких из-за чужой безответственности. К сожалению, много бывает, особенно вот в нашем районе, с появлением этого курорта Архас очень много бывает разного рода ДТП. Кто-то калечит машины. И, к сожалению, очень много бывает вот измертельный исход. Многие дети остаются без родителей. Многие родители теряют своих детей. Из-за чего? Из-за какого-то там, я извиняюсь, выражения. Из-за какой-то коровы, из-за какой-то лошади. Я предлагал создать такой круглый стол с участием Минсельхоза, с участием, скажем, там, администрации. Потом с участием, вот, у нас есть, по-моему, в республике федерация конного спорта какой-то. Вот их пригласит туда представителей. Пригласит туда, скажем, представителей духовенства, чтобы они тоже объяснили. И даже, если была бы возможность, пригласил бы туда или детей, которые остались без родителей, или родителей, которые остались без своих, так сказать, детей. И как-то, вот, как это сказать, повлиять на совесть тех людей, нас самих, мы тоже люди все, понимаете, у всех есть скот. Ну, надо чуть-чуть подумать и о других тоже. Давайте уважать друг друга, ценить друг друга. Любая скотина, это, пускай меня простит, Всевышний, это скотина, а человек есть человек.